В 19-м году создатель немецкого математического общества Георгий Кантер задумался о том, что же такое множество и какие же множества бумаги. Действительно, задумался об этом не просто так, потому что в тот момент теории пунктических перемен была настолько, что интересовались, где они расходятся, где они расходятся. И возникали всякие интересные примеры. И стало понятно, что в математическом анализе возникают довольно странные картинки. Сейчас про это известно намного больше. Если кто-нибудь из вас в интернете побьет множество жюня, то увидит картинки просто фантастической красоты и много-много всего другого. Но даже того, что тогда знали, уже хватало, чтобы Кантер задал себе этот вопрос. А какие быть в принципе множества? Ну, сразу понятно. Бывают конечные. В котором один элемент, даже ноль элементов, густое множество. Три элемента, десять элементов. Замечательно. Конечные что это? Бывают множества бесконечных. И бесконечные множества интересных тем, что если вы берете множество права чисел, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять, пять. То вы можете его поставить во взаимооднозначное соответствие самому себе. А можете... Он просто оставит все это, что надо вместе. А можете самому себе без единицы. Принцип простой. Каждое число переходит в следующее. Получается, что натуральных чисел столько же, как натуральных чисел без науческого. Хуже того, можно поставить соответствие натуральному числу n2n. И тогда получится, что натуральных чисел столько же, сколько четко. А еще можно, еще интереснее сделать. Доказать, что натуральных чисел столько же, сколько рациональных. Да. Не трудно придумать взаимооднозначное соответствие. Давайте так, я не буду сейчас доказывать, что их ровно столько же. А я докажу, что натуральных чисел в некотором смысле больше. Идея простая. Вот смотрите, когда вы берете любое рациональное число, это же вообще-то не было? Не можете говорить на это. Ну, m и n натуральные числа. Здесь еще можно сделать знак. Да? Ну, еще можно быть числом. Да? Отдельно. Хотя нет, давайте так. m будет любое и отрицательное число, тогда даже и не нужно будет. Отдельно, как мы говорим. А n у нас не разное число. Так давайте мы любое такое число закодируем в следующий вопрос. 2 в степени m умножить на 3 в степени n умножить на 5, если здесь минус, и умножить на 1 минус, если здесь плюс. Понятно? Ребята, вы понимаете, что я использовал ничтожную часть множественной параметры части? Я использовал только произведение степеней тройки, тройки и пятерки. Ну, я не хочу сейчас долго об этом рассказывать. Это совершенно замечательная наука. И, размышляя на эту тему, он подумал, что хорошо бы ввести такое определение. То есть, мы говорим, что два множества содержат поровную элементу, если существует взаимно однозначное соответствие между ними. Ну, например, если у вас есть множество, состоящее из числа 1, 2, и множество, состоящее из числа А, В, то мы говорим, что эти множества содержат поровную элементу. Почему? Ну, потому что, например, можно договориться и вот так вот устроить соответствие. Так? Или, если у нас есть, представьте себе, окружность с выголовной точкой и рима, то, по вот этому определению, точек на них порвут. Почему? А потому что мы можем поставить здесь вот источник света и проецировать по такому принципу. Если есть точка на окружности, то она переходит в эту тему. Получается взаимно однозначное соответствие между прямой и окружностью. Да? А если она не выходит, то это, получается, на окружности больше? Да, конечно. На окружности, на одну точку больше. Но, вы знаете, плюс 1 это тоже быстрее. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, поняли примерно о чем я сказал? Почему на самом деле это не вполне закрывает тему? Потому что, конечно, математиков чаще всего интересуют не любые отображения, а непрерывные отображения. Или отображения, ну, там, еще с какими-нибудь свойствами. То есть, понимаете, Али Кантер разрешил вот это вот взаимно однозначное соответствие делать вот совершенно любую работу. Понятно? И, конечно, поэтому получается, что не очень большой такой набор, что называется, мощностей. Да, так вот, смотрите. И бывают конечные множества. Они все пишут, что разная мощность. В зависимости от каких-то элементов такая мощность, да? Бывают множества счетных. Понятно, что это счетные? Счетные. Равномочные натуральные варианты. То есть, элементы, которых можно записать в непосредственности через спиду. Первый элемент, второй элемент. Вот. Типичный пример счетного множества это множество целых чисел. Вот я сейчас начинаю депутывать целых чисел. Ноль, один, минус один, два, минус два, три, минус три, четыре, минус четыре, ну и так далее. Вот. Кому интересно, посмотрите. Дерево Калкина-Вилфа. Совершенно замечательная конструкция, которая устраивает взаимно однозначное соответствие между множеством нейтральных чисел и множеством. положительных дробей. Не всех дробей, а именно положительных дробей. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все счетные множества. Так вот, Канда понял, что бывают множества не с чем. И он понял, что, например, отрезок 0,1 является множеством не с чем. Насколько это принципиально важно, давайте я вот за минуту расскажу, что это доказательство совсем короткое. Но оно генеральное. Потому что вдруг удалось понять, что кроме того, что можно вывести через запятую, есть и еще что-то. что, смотрите, представьте себе, что кто-то сумел выписать через запятую все числа отрезка 0,1. Ну, смотрите, есть такое зеркальное число, второе число, третье число, четвертое, пятое, и так далее, и так далее, и так далее. И вот пусть в этой бесконечной последовательности присутствуют по одному разу, хотя не важно, что по одному разу, просто присутствуют все числа отрезка 0,1. Я сейчас докажу, что на самом деле это неправда, что так не бывает. Доказательство такое. Как известно, любое число можно записать в десятичной системе числений. Включаем, два целых. И вот как вы считаете число их садим? Какие цифры? А первая, первая, А первая, вторая, А первая, третья, А первая, четвертая, и так далее, и так далее, и так далее. Как записать число отвертой изверху? Как записать число из второго? То же самое. Какие цифры после структуры? На самом деле, там, возможно, даже такая вещь, что некоторые числа могут записать несколькими способами, а именно, вы знаете, скажем, 0,1, и потом пошли все девятых по бесконечности, и 0,2, и потом пошли все нули по бесконечности. Это одно и то же. То есть давайте из этих вариантов выберем какой-нибудь один и так и запишем. Это не важно. Это совершенно не важно, важно, чтобы каждое число как-то записано. И у нас на бесконечности в каждой строчке идут цифры, бесконечно идут, ну и, естественно, сюда тоже, х3, х4, х5, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, гениальная идея состоит в том, что диагональ, а именно вот эти цифры. И это последовательность. И она с каждым из чисел имеют одну общую цифру. Так? И вот сейчас я построю новое число. Новое число будет такое. Это будет некоторое число веке. 0 целый. А дальше пойдет цифры. В1, В2, В3, В4, В5, и так далее, и так далее, и так далее. Но цифры будут устроены, забавные вопросы. Я каждый раз буду смотреть на пересечение вот этой диагонали с присущей меня числом и брать, что называется, не то, что там написано. То есть много способов это сделать. Один из способов, например, такой. 7. Если АНН не равен. 3. Нет, дождь. Так, сняли. Это сняли без разницы. Если АНН равен. Вы понимаете, из каких цифр будет состоять число единых? Только из единиц и сенов. Возможно, там какие-то проблемы. Помните, я говорю, что там 9, 9, 9, 9, нет. Те проблемы бывают только, когда есть нули подряд, есть девятки подряд. Здесь негативные ее включение число. Но оно отличается от каждого из этих чисел. Отличается оно в н-м разряде. От х-н-го отличие в н-м разряде. Здесь огромное количество применений вот такого метода, называется диагональными методами, в математических задачах. В первую очередь в математической логике, очень часто в математическом анализе, при построении разных примеров. Ну, в некотором смысле, это просто сказка, помните, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Вот, и здесь вот так же мы все время уходим от очередного числа и так строим этот пример. Так, пока все понятно. Значит, получается, что на отрезке больше точек, чем в антральном, множество вещественных чисел, не стекло. Да. Ну, получается, то, что... А, ну, что рациональное число, это только ничтоженая маленькая часть от всех веществ. Рациональных числов столько и столько, сколько. А вот всех вещественных чисел намного лучше. Так, покажи варианты. А вот дальше Кантер задал себе такой вопрос. Представьте себе, что у нас есть какие-то два оборудования. И пусть мы сумели придумать отображения, которые разные точки левого множества переводят в разные точки правого. Это называется инъекция. Отображение, которое не может быть в левом точке. Пусть у нас есть какое-то отображение F. Понятно вам, что в таком случае в множестве B точек не меньше, чем в множестве A. Отлично. И пусть мы каким-то другим способом придумали отображения, которые назад, которые разные точки множества B отображают сюда. И опять, разные точки не могут склеиваться. Это что это означает? Означает, что множество B удается разместить здесь. То есть точек в множестве B не больше, чем в множестве A. Замечательно, дает это отображение обозначение G. Так вот, теорема Кантера-Больштейна утверждает, что если существует инъекция из A в B, и существует инъекция из B в A, то можно придумать взаимнооднозначное соответствие между множеством A в B. Если F из A в A в B и G из B в A инъекции, инъекция это отображение, которое в разные точки приводит в разные, то существует взаимнооднозначное отображение между A и B. Взаимнооднозначное отображение, которое в любом случае пишет две екции. То есть существует две екции из множества A в A в A в A в A в A в A. Между прочим, вроде бы Кантер даже не сумел доказать эти теоремы. То есть она называется теоремой Кантера-Больштейна не просто так, а потому что сам он над ней думал и не сумел доказать. Это не очень странно, потому что теорема несложная. Но с другой стороны, понимаете, важно, что он создавал это. А когда человек что-то придумывает, обычно все во много раз тяжелее, чем когда потом это изучают в школьной начальной классе. Дети, они всегда, так сказать, все понимают проще. Да, пускай цирк придумывает, но даже не знали, как считать. Конечно. Вот я вам сейчас расскажу два доказательства. Первое будет довольно вычурное. Второе будет очень простое. Восколько вы не станете слушать второе. В смысле, первое, если я скажу вам сразу второе. Давайте я начну с вычурного. Вот я второе всю жизнь знал, но оно мне нравится, оно все равно самое хорошее. А вот давайте я скажу, потому что я вчера узнал. Господа, это не удивительная вещь. Смотрите, что фактически здесь нарисовано. Мы умеем множество А отображать вот сюда, так? Мы умеем множество Б отображать вот сюда. А вот давайте сделаем, ну, собственно говоря, кроме Ф и Ж нам ничего не дали. Поэтому все, что мы можем построить, мы можем построить только при помощи этих самых Ф и Ж, так? Замечательно. Давайте строить. Давайте строить. Переонее, давайте мы мечтаем сначала. Ведь мы хотим фактически внутри множества А найти какое-то такое множество, давайте его обозначим С, что когда его отображаешь при помощи Ф, то оно куда-то отображается, да? Множество, которое будет называться Ф-отвольственным, правильно? То все вне этого при помощи Ж отображается в то, что вне этого. Согласны? Множество, что я на самом деле хочу. Я хочу, чтобы, когда я взял множество С, значит, следите только разу, чем важно. Когда я взял множество С, получил бы из него Ф от С, вынул бы его из множества Б. Правильно? Вынул бы его из множества Б. Я отобразил это при помощи Ж, то я получил бы вот это. Правильно? Отлично. Давайте дальше. С. Это есть множество А. Без. Так, без чего? Без вот этой штуки, да? А эта штука, это что такое? Это Ж. Ж от чего? Ж от вот этой штуки. Ж от Б. Без. С от С. Вот. Смотрите, какая отлично. Вот этот значок называется вычитание множества. То есть, вот если у меня есть множество А, то я выбрасываю из него вот это штуки. Так, сейчас нужно крепко задуматься, поняли ли вы эту запись. Значит, было множество С. Мы его отобразили при помощи инфекции. Потом взяли дополнение. Правильно. Это дополнение. Выбросили его. Да, взяли дополнение, потому что мы взяли. И отобразили ее назад. Так, по-моему, пока все понятно. Вот. И вот, ребята, мне нужно найти такое множество С. Это же, знаете, что такое? Это решить уравнение. А, Б, Э, Ф и Ж – это известные штуки. А множество, Б множество, Э, Ф и Е, Ф, Е, 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 Е. Это будет вот то, что написано справа. И свою мечту я запишу в следующий вопрос. Я хочу, H от S содержит S в асиме. Да. А кто из этих папок содержит? Ну, может равняться. Так, пока все понятно. Первый вопрос. А в принципе, существует множество, которые хорошие? Деория возможна. Какое? С. Можно напишите, что хорошее? Я написал. Давайте множество называть хорошим. Если H от S содержит S. Да. Все А? Да. Ну, неизвестно. Ну, потому что, да, все А, но если все будет. H от S – это неизвестно. H от A может быть непонятно каким. Нет, просто от A – это получается все множество, с чего они от В. Нет, ни в том случае. H от A это не В, но это и дело. Иэн, вы же у меня официальны, потому что есть инъекция. Да, инъекция. Ну, то есть, на каждой точке, на каждой точке, на каждой точке из В. И, нет, это очень, вы переписываете. Би-ъекция – это взаимно однозначное проживание. Ага. Инъекция – это когда, я уже сказал, я что тут говорил-то, разные точки переходят в разные. Угу. Услышали? Услышали. Услышали. Итак, все-таки, можете ли вы привести пример какого-нибудь хорошего множества? Пустое. Пустое, конечно. Пустое множество хорошее. Пустое множество хорошее. Теперь давайте смотреть такую вещь. Представьте себе, что у вас есть два хороших множества. Вот множество из один хорошее, и множество из два хорошее. Как вы считаете, в таком случае, что можно сказать про множество? Про это мнение. Вот представьте, что у вас есть А1, А2, А2, даже если их больше, даже если целое семейство. Пусть они хорошие. В таком случае, в их объединении, что будет с ними? Оно будет с хорошим. Объясняем, почему. Вот у меня есть А1, А1, А2 и так далее, да? Оно содержит А1. Так вот, это важно. А это содержит А1. Давайте повторюсь понять. Вот что происходит, когда множество увеличилось? Вот это множество, оно больше, чем А1, так? Замечательно. Представьте себе, множество С увеличилось. Что тогда происходит с Эферностью? Оно увеличилось. В Б без С, что сделано? Уменьшилось. Значит, Ж тоже уменьшилось. А без С увеличилось. Понял? Да. По этой программе написано. Вот здесь программа. Когда вы это множество увеличиваете, то от этого все увеличивается. А то, что А1 задержит, А1, здесь написано. А1 был хороший. И точно так же можно написать для А2, точно так же для каждого. И мы получаем совершенно замечательную вещь. Объединение любого количества хороших множеств. Что? Тоже хорошее. Тоже хорошее. Оно тоже хорошее, да. И сейчас я, естественно, сделаю такую вещь. Я рассмотрю объединение всех хороших множеств. Мы только что поняли, что оно тоже будет хорошее. И давайте это объединение я обозначу, какое у него будет. Например, пункт У. У объединение всех хороших. Объединение всех хороших. Что-то хорошее. Объединение всех хороших хорошее. То А1 содержит. Правильно? А вот сейчас, господа, я хочу, чтобы мы с вами поняли такую вещь. Аж как у него это содержит. На самом деле, аж как у него хорошее. Что? А если оно хорошее, то получится, что оно равно. А если аж как у равно у, то это и есть то самое множество, как и то во всем. Значит, если мы сейчас с вами поймем, что аж как у тоже хорошее, то есть на самом деле, что мы хотим проверить, что аж от аж на у содержит аж от у. Как вы считаете, почему? На самом деле, это уже звучало. Смотрите. Помните, когда я говорил, что если множество с увеличиваешь, то от этого здесь увеличивается. Здесь уменьшается, значит здесь уменьшается, а все увеличивается. Ребята, если одно множество содержит другое, то аж можно применить к обеим частям. Мы это уже обсуждали. И значит, что просто из этого факта следует вот это. И значит аж вот это тоже хорошее. А раз оно содержит ум, а ум объединение всех хорошее, значит оно будет равном. Аж вот равно. Вот сюда у нас то есть можно написать у, и здесь будет просто у. И это то самое мужество, которое дает нам объекцию. На множестве у объекция устроена как ф, а на дополнении оно устроено как жирный успех. Надо идти против жир. И картинка объекта с самого начала. Почему все точки а будут зависеть? А, потому что все точки а либо входят, и тогда f, либо не входят, и тогда жирный успех. А точки ба, почему все здесь? Ну, потому что вот картинка такая. Они все лежат в f от s. Потому что равенство. Вот это равенство в самом начале начало с этого. Я начал с этого. Что вот если у нас здесь будет написано s равно вот этому, то это как раз и означает, что у нас есть вот такая картинка. Множество в состоит из двух кусков из f от s и всего остального. И все остальное это вот это вот дополнение. b без f от s. И вот это дополнение, оно как раз и является дополнением. Жейлер из b в а. Тогда, конечно, можно. Так, все поняли? Вот, вот повторяю, хулиганская совершенно. То есть мы доказательства циорийным о существовании беекции провели шенез решаемую ровную. Так, объяснил? Объяснил? Хорошо. Мне осталось пять минут. За эти пять минут я просто не успею высказать классическое доказательство. Оно совсем простое, уже без вот этих известных. Но с другой стороны его тоже полегает. Оно состоит, и на самом деле за мной концы. Ребята, на самом деле все было нарисовано. Просто там были нарисованы какие-то овалы. А сейчас, для того, чтобы вам стало понять, я нарисую так. Множество а я буду рисовать на текущую боню. Хотя это все равно произойдет множество. А множество б я буду рисовать на текущую боню. И смотрите, что тогда будет. У нас есть отображение F, которое переводит пьянь и треугольник, ну, туда, да? F – это инъекция, вы помните. И у нас есть отображение G, которое переводит, наоборот, круг, ну, куда-то сюда. Реально? G – это тоже что? Нет, нет, нет. Тоже нет. А вот теперь очень простая идея. Я сейчас начну вводить обозначение. Вот именно множество а, меня есть множество б. Давайте множество а я назову множество а на любое. Множество б я назову множество б на любое. И G от B на любое будет называться как? Догадите. G от B на любое. То есть называться B на любое, конечно. Замечательно. А как будет называться F от A на любое? А первое. А первое. Согласны? А теперь очень важная вещь. Понимаете ли вы, что вот у нас в этой церкви лежит вот это множество? Вы уже договорились, что у нас есть А первое, да? Замечательно. Вообще-то мы можем его отобразить при помощи G. И мы получим ведь что? G от A первого, это A второе. Так, а F от B первого, это B второе. Так, идея понятна? Так, на целую встречу. И что у нас с вами получится? F от A2N, это будет A2N, это будет A2N, G от A2N, это будет A2N. Ну, и точно так же. F от B2N-серк, это будет B2N, и G от B2N-серк. Это будет B2N-серк. Надо больше писать, чем понимать. Просто отображаем все, что можно. Слева направо. Отображаем, отображаем. А теперь смотрите, что здесь фактически получилось. У нас фактически здесь треугольник, кружок, треугольник, кружок, треугольник, кружок и так далее. А здесь круг-треугольник, 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 кружок и так далее. Замечательно. В принципе, возможно сердцевина. То есть пересечение всех-всех-всех-всех. Вот. То есть смотрите, множество А на Геоя содержит в себе множество B первое, которое содержит в себе А второе, которое содержит в себе Б третье, которое содержит в себе А четвертое и так далее. Так? Отлично. И с этой стороны картинка такая. Б нулевое содержит в себе А первое, которое содержит уже второе, которое содержит А третье и так далее. Так? Да. И пересечение будет, разумеется, взаимно однозначно соответствовать. Хожь при помощи F, хотите при помощи G. Но пересечение это то, что приближит им всем-всем-всем. Замечательно. Так и давайте устроим упражнение в следующем образе. Давайте договоримся, что вот эта штука под действием F перейдет вот сюда. Добавляем. И следующий слой тоже под действием F перейдет сюда. И так далее. А наоборот, вот этот слой перейдет вот сюда под действием G. Ну и, соответственно, все торговые типы слои. То есть, представьте себе, что вот здесь слой там зеленый-красный, 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 так до бесконечности. А здесь наоборот. Красный-зеленый, красный-зеленый, красный-зеленый. Но поскольку до бесконечности, то никаких проблем. Доказал? Рассмотрел бесконечного процесса, FG, FG. Иногда то же самое рассказывают другим образом. Говорят о цепочках. Берем, начинаем с любой точки и строим цепочку. FG, FG, FG. А дальше варианты. Есть цепочки, которые можно построить бесконечные, вот и сто. Есть цепочки, которые строишь, но когда ее пытаешься отстроить назад, то там доходишь до какого-то места, и она даже не отстраивается. Там, скажем, начинается с F. Или наоборот, отстраиваешь ее назад, и начинается с SH. Вот три типа цепочки. Бесконечные обе стороны, те, которые можно начать только с F, и те, которые можно начать только с SH. Ну и замечательно. Так? Это и называется бесконечные обе стороны. Ну а дальше, та, которая бесконечного ресторана, например, под действием F. Та, которая начинается только с F, переходит в те, которые начинаются только с G, под действием F. Те, которые начинаются только с G, переходят под действием G, в те, которые начинают с F.